Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание Петра, пятая глава, и я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Четвертая закончилась так страшновато, просто страшно, если честно. Он говорит о страданиях, об испытаниях, причем это страдания не то, что как обычно у нас понимается. Я несу свой крест, начальник у меня пилит, жена мной недовольна, квартира маленькая, зарплата небольшая, соседи, сволочи. Нет, нет, там все действительно всерьез. Там, судя по всему, гонение, он говорит о каком-то огненном испытании. Возможно, это казнь через сожжение, такое практиковалось. Были и другие жестокие казни. Вот он обращается к людям, которых, может быть, завтра потащит на эту казнь. И, в общем, его могут спросить, а ты это сам что? Да, Петр тоже погибнет как мученик, но еще же не погиб. Я и сам пресвитер, и свидетель христовых страданий. Я причастен той славе, которой только предстоит открыться. Он не говорит о своих страданиях, были они к этому моменту какие-то гонения или нет. Но он говорит, я со Христом. Я видел, как он страдал, я причастен его славе, значит, возможно, придется разделить его мучительную смерть. А что из этого следует? И потому умоляю пресвитеров, пресвитеры и руководители церковных общин, пасти стадо Божие, надзирать за ним не по принуждению, а с охотой, не ради прибыли, а с усердием. Не становитесь господами над народом Божьим, а будьте образцом для тех, кого пасете. И когда явится верховный пастор, вы получите неувидаемый венец славы. То есть что такое пресвитерство? Что такое вот это самое лидерство? Это не господство, это не состояние, когда ты там царь, бог и начальник над своими подчиненными, а когда ты для них пример. А вы, младшие, в свою очередь подчиняйтесь пресвитерам. Все будьте скромны по отношению друг к другу, ведь бог гордым противится, а смиренным подает благодать. Цитата тоже из книги притчей, третья глава. Вот христианская община до старшей, это образец. Христианская младшая, это подчинение. Но это не то же, что мы читали в этом послании про господ и рабов, например, про мужей и жен. Там просто сохраняется, не оспаривается, назовем это так. Социальная структура общества, а христианство должно дать какой-то новый образец, какой-то новой структуры, каких-то других отношений. Если этого нет, то не очень тогда оно действенно. Тогда это не тот образец, глядя на который мир скажет, мы тоже так хотим. В древности люди говорили, церковь так и росла. Смиренно преклонитесь под могучую Божью руку, и настанет срок, когда он вас возвысит. Предоставьте ему все свои заботы, ведь он заботится о вас. Будьте трезвы и бдительны, ваш противник дьявол бродит, как рычащий лев, ищет кого поглотить. Да, вот такой яркий образ дьявол, как дикий лев, который ходит вокруг дома, и, конечно, надо с большой осторожностью из дома выходить. Боритесь с ним, будьте стойки в вере, и знайте, что подобные страдания выпадают на долю вашего братства по всему миру. Какое-то утешение, что это не только вот лично мы. Всякая благодать от Бога. Он вас призвал к вечной своей славе через Христа, и после недолгого страдания восстановит, укрепит, усилит и утвердит. Его держава во веки. Аминь. Вот здесь, собственно, уже завершение фактическое письма. Ну, там уже одно было в четвертой главе, тоже последнее заключительное слово. Аминь. Но тут еще есть приписка по скриптам. Я вкратце написал вам это при помощи Силуана, которого считаю верным вашим братом. Кто такой Силуан, мы точно не знаем, но, судя по всему, это секретарь Петра. И как раз его помощь, возможно, отвечает на вопрос, почему Петр, вроде бы простой рыбак из Галилеи, пишет такое сложное, богословски насыщенное письмо, к тому же, очень изысканным греческим языком. Вот вряд ли галилейские рыбаки так выражались. Но Силуан мог это все хорошо сформулировать. При помощи Силуана, которого считаю верным вашим братом, чтобы ободрить вас и засвидетельствовать, это и есть истинная Божья благодать. Ее и держитесь. Приветствует вас из Вавилона, общины избранных, и сын мой Марк. Ну, Марк, это, судя по всему, евангелист, который был спутником Петра, и его евангелие, по-видимому, это, собственно, сборник рассказов самого Петра. Марк не видел этих событий, по крайней мере, больше их части. А что значит приветствует вас из Вавилона? Ну, это такой изопов язык. Вавилон — это столица могучей империи языческой. Соответственно, столица могучей языческой империи на тот момент — это город Рим. Вавилон, как таково, уже разрушен. И вот он хочет сравнить Рим с этим самым Вавилоном, где он проповедует. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Мир всем вам во Христе. Вот на этом завершается маленькое первое послание Петра, но у него еще есть второе. Тоже довольно богословски насыщенное, как можно его считать таким комментарием к первому, хотя какое из них было написано сначала, мы этого точно не знаем. Продолжение следует...